Доброго дня, граждане Республики Казахстана. Сегодня поговорим сейчас о базовой пенсии. Это вторая часть нашего видео. Итак, что такое базовая пенсия? На самом деле, полное название это государственная база пенсионная выплата. Это не пенсия, это выплата. Раньше ее называли президентской надбавкой и так далее. Но вот это государственная база пенсионная выплата. Не путайте, это не пенсия, это выплата. Дальше. Какое условие? Стаж полный берется до 1998 года по документам, которые представляете вы для расчета солидарной пенсии или пенсии по возрасту. А после 1 января 1998 года по обязательным пенсионным отчлением, ОПВ. Эту выписку мы берем в СОНИ. Это выписка не с ЕНП, это выписка с СОНО. Какое условие? Если минимум даже 0 лет, все равно базовая пенсия будет. Максимум 33 года. Что для мужчин, что для женщин. Разницы не имеет. Максимум 33 года. Далее берется прожиточный минимум. Умножается на стаж равно пенсия. Все очень просто. И вот здесь у нас есть прям расчет. Стаж в годах. Обратите внимание. Здесь в годах. Он переводится в проценты. Минимум 54%. И соответственно в 2022 году это 20 150. Меньше получать человек не будет. Если дожить до пенсионного возраста, это выплата гарантированная. В отличие от солидарной. Если нету стажа, ничего не выплачивается. Базовая пенсия выплачивается в любом случае. Давайте посмотрим условия. Вот условия. До 10 лет это 54%. Более 10 лет за один полный год. Обратите. Полный год. Он равен 2%. Соответственно, если у вас 11 лет, 54 плюс 2% будет 56 лет. В сумме не более чем 100% начисляется. Для того, чтобы получить 100%, нужно иметь стаж просто 33 года. Прожиточный минимум в 2022 году 37 389 тенге. Значит, если 0 лет, ничего нет, человек не нашел документы, ему все равно начислить 54%. В 2022 году прожиточный минимум 37 389 умножаем на 54%. Получается 20 190 тенге. Если 33 года, 100%. В 2022 году это начисляется максимальная базовая пенсия 37 389 тенге. Больше не будет. Даже если у человека будет 40 лет, 50 лет, значения не имеет. Больше чем 100% отчисления не будет. Поэтому у нас есть минимальное отчисление базовой пенсии. В любом случае стоит это 54%. В любом случае. Есть максимальная пенсия, где может быть стаж 100%. В нашей же таблице обязательно есть информация, какие были приняты показатели. Где у нас есть МРП, есть минимальная пенсия, есть база пенсионная выплата и прожиточный минимум. Это все необходимо для того, чтобы правильно рассчитать пенсии. Вот так вот у нас рассчитывается базовая пенсия. В следующем выпуске мы поговорим пенсия с ЕНПФ. Условно-копительная пенсия. В первом видео у нас был разговор о солидарной пенсии. Вот такое очень коротное видео. Давайте готовиться к пенсии заранее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...